Какое же животное самое милое в 2021 году? Вы поможете решить мне эту сложную задачу. В каждом выпуске я буду предлагать вам три животных. Мы будем их рассматривать, а вы будете их оценивать по критерию милоты, писать в комментариях. Ну и у меня, конечно, большой запас самых разных животных, но все-таки, если у вас возникнут идеи, какие-то супер классные милые животные, то вы будете их тоже предлагать в комментариях, и мы их посмотрим. Но, правда, там достаточно жесткая цензура, так что я далеко не всех из них смогу взять. Но все-таки. И меня зовут Лиза Гальперина, я научный сотрудник Дарвиновского музея. И где, как ни в фондах Дарвиновского музея, мы начнем искать первое животное, с которого начинаем нашу рубрику. Ой, обожаю скунсов. Думаю, именно с полосатого скунса мы и начнем наш сегодняшний рейтинг. Итак, полосатый скунс – типичный представитель фауны Северной Америки. Он небольшого размера, ну, где-то чуть поменьше кошки, да? Ну, все знают его самую главную черту. Это самый главный вонючка в мире. Во-во-во-во-во-во-во, эй-эй-эй, мне проблемы не нужны. Ну, а чё ж ты сюда пришел, пацанчик? Но, на самом деле, все не так просто, как кажется. Ну, во-первых, посмотрите на окраску скунса. Она у него предупреждающая. Вот эти характерные полосы очень хорошо видны в сумеречное время. Именно в это время активен скунс. и предупреждает такая краска о неприятном свойстве. Да-да, все поняли о каком свойстве. Сразу многие представляют, что у скунса из-под хвоста в случае опасности выходит какое-то зеленое облако или фиолетовое облако, и сразу все вокруг становится супер вонючим, все умирают, все, катаклизм, катастрофа. Но на самом деле все совсем не так. В основании хвоста у скунса имеются парные железы, которые вырабатывают вонючую маслянистую жидкость. И действительно, в случае опасности он выстреливает этой жидкостью, причем она попадает в цель на расстоянии до 6 метров, то есть очень метко стреляет. Но скунс никогда не использует свое оружие без предупреждения. Сначала он поднимает хвост и начинает пятиться на врага. И только если его враг не понимает, чем ему грозит такое оружие, только тогда скунс его использует. Ну и действительно, при попадании в глаза эта жидкость может вызывать слепоту, окружение, обморок. Я слем! Ничего не вижу! Ну и самое ужасное, что очень трудно отмыть эту жидкость, то есть она водой практически никак не убирается, поэтому хищник обрызганный не сможет долгое время даже попросту охотиться, потому что не сможет подойти к своей жертве незамеченным. Запах распространяется просто на большие-большие расстояния. Но сам-то скунс не воняет. Воняет тот, в кого скунс попал. Так что все-таки он не совсем вонючка. Ну и вообще, посмотрите, какой он безобидный и хороший. И он действительно использует это оружие только, когда ему нужно защититься. Если ты такое милое животное, то тебе приходится как-то защищаться. А то уж все этим пользуются, что ты такой милый. Это был претендент номер один на звание самого милого животного 2021 года. И раз мы находимся в хранилище, попробуем найти здесь и второго претендента. Итак, скунс это был только разогрев, потому что в принципе скунс действительно входит в ту же категорию, что очень милые котики, енотики и собачки. Следующего нашего героя тоже зовут Нитопырь. Но это не он. Это не млекопитающее. Нитопырь Дарвина – это рыба. И вот про нее мы сейчас и поговорим. Второй наш претендент. Нитопырь Дарвина имеет весьма необычный внешний вид. Это рыба с большими ярко-красными губами. Да еще и удочкой на голове. Да, представляете? Более того, это обитатель глубин. Живет он где-то от трех метров до несколько десятков метров на глубине около Галапагосских островов. Относится к отряду удильщикообразный. И действительно, он родственник всем известных удильщиков. Именно поэтому у него такая характерная удочка. Но имеет внешний вид совсем не похожий на них. Ну, обратите внимание. Во-первых, он не плавает, а ходит по дну на грудных плавниках. Именно за такую особенность его назвали нетопырем, потому что, когда он ходит по дну на своих грудных плавниках, то немного напоминает летучую мышь со сложенными крыльями. Вот такая у него особенность. Но все-таки самым привлекательным являются его ярко-красные губы. Это самая главная его отличительная особенность. Ну и, собственно, возникает вопрос, зачем ему такие губы? А оказывается, это животное до конца еще не изучено. Но предполагается, что эти яркие губы участвуют в период размножения для определения партнера. Поиск пищи он тоже осуществляет с помощью этих губ, ну и к тому же его характерной удочки. Короче, во всем очень удивительное существо. И его угрюмое выражение лица вызывает вообще смешанные чувства, удивления. Но, когда мы с вами задумываемся о том, что все эти признаки, результат длительной эволюции помогает ему выживать в таких условиях, то на смену удивлению приходит восхищение. Когда будете проставлять оценки претендентам, то не забудьте, что нетопыря Дарвина назвали в честь Чарльза Дарвина. Лично для меня это плюс один балл. И Дарвин такой... Итак, наш третий кандидат. Посмотрите, какой милый малыш. Перед вами одноусый звонарь. Но это самец. Важная особенность. Потому что только у самцов висит вот такой вот характерный ус на клюве. Зачем же он нужен? Ну, конечно, чтобы привлечь внимание самки. Это такой аналог петушиного гребня или хвоста у павлина. Но, правда, взрослые самцы одноусого звонаря, такие очень чисто-чисто белые. А вот самки оливково-зеленого цвета. Почему же этот самец имеет такой окрас? На самом деле он просто еще молодой. Поэтому иметь такой еще окрас не стал до конца белым. Потому что птенцы чаще всего окрашены точно так же, как и мать. Но привлекает он самку далеко не только таким характерным отростом на клюве. Может быть, вам когда-нибудь пели сиренады. Мне так точно пели. И, знаете, некоторые дамы действительно любят, когда им поют сиренады. Но вот одноусый звонарь, он просто побил все рекорды. Это самая громкая птица на нашей планете по последним исследованиям. Если вам не очень повезло, и вы когда-то слышали такой звук, от которого потом болят уши, то вы прекрасно знаете, что такое болевой порог. Вот одноусый звонарь поет еще громче. Это даже пением сложно назвать. Это больше похоже на удар молота по наковаянию. Пронзительно и громко. То есть он поет в 125 дБ. Вот такая громкость звука. Ну, для примера, 120 дБ это такой рок-концерт. Причем где-нибудь на сцене, чтобы было очень-очень хорошо слышно. Или, например, удар отбойного молотка. И вот именно такой вот громкой песней самец пытается привлечь самку. Интересно, что некоторые самки сначала даже пугаются. Ну, я бы тоже испугалась. Но потом все-таки с интересом к нему подходят. Ведь действительно, такая песня заслуживает внимания. Итак, вот мы с вами и рассмотрели трех претендентов. Первый у нас пушистый полосатик, немножко вонючий. Второй это красные губы, ходящие на плавниках, да, в честь Чарльза Дарвина названной. И третий такой дамский угодник, любитель серенад с небольшим отростом на клюве. Он очень-очень старается, очень, даже слишком. Пишите в комментариях, кому из этих трех кандидатов вы отдаете свое сердце и звание самой главной милоты первого выпуска. И у меня, конечно, большой список, и есть кого предложить вам дальше. Но если вдруг у вас где-то есть мнение, какое животное нужно обязательно рассмотреть, то тоже обязательно его пишите. До встречи! И в составе этой жидкости содержится вещество этантинол. Энтантинол. Вообще не буду про это говорить. Продолжение следует...